Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Никола, и моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Никола, и моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Никола, и моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Никола, и моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Никола, и моли Бога у нас! 6 февраля. Страдания святой мученицы Дорофеи и с нею Христины, Каллисты и Феофила. В стране Каппадокийской, в городе Кесарии, жила одна благочестивая дева по имени Дорофея. Все время она проводила в служении Богу со смирением и кротостью, в чистоте, духовном трезвении и целомудрии. При этом она была девицею, столь премудрою, что даже ученые люди не могли в этом сравниться с нею. И все знающие ее прославляли имя Господа нашего Иисуса Христа, имеющего рабою, своею, такую деву. И взор ее был исполнен благоговение, и житие свято, и премудрость несравненно, и девство непорочно. В любви же Христовой она была столь совершенна, что вполне была достойна небесного чертога. Но она ради его еще более усугубила свой подвиг. Побеждая плоть свою и дьявола, святая Дорофея спила себе сугубый венец, венец девства и венец мученичества. И, радуясь, отошла к жениху своему, Христу. А как она за него пострадала, об этом передает дальнейшее повествование. Когда слава святой Дорофеи разнеслась между людьми, слух о ней дошел до егемона Саприкия, гонителя христиан. Он немедля отправился в город Кесарии, схватив святую деву, велел представить ее на свой неправедный суд. Святая же Дорофея, представ перед нечестивым судьею, молилась в душе Господу и призывала на помощь Бога и Спасителя своего. Саприкия спросила ее, скажи мне, как ты именуешься? Святая отвечала, мое имя Дорофея. Я для того тебя призвал, продолжал Саприкия, чтобы ты по повелению наших славных царей принесла жертву великим богам. Святая Дорофея отвечала, Бог, Царь Небес, заповедал мне, чтобы я Ему одному служила. Так и в Писании сказано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. И еще, Боги, которые небо и земли не сотворили, да погибнут от земли. Посему надо рассудить, по велению какого царя мы должны более повиноваться, земного или небесного, и кого должны слушать, Бога или человека. Что такое цари? Не более, как смертные люди. Таковы же и ваши боги, идолам которым вы поклоняетесь. «Если хочешь быть живою, здравою и неоскверненную», — возразил Саприкия, — «оставь христианство и принеси жертву богам. Если же нет, то по закону будешь жестоко мучима и послужишь для других страшным примером». Святая отвечала, «Я буду примером страха Божия для всех верных. Да устрашаться они Бога, жестоких же людей, да не бояться. Ведь они творят то, что делают злые псы, бессмысленно и бессознательно. Они терзают неповинных людей, неистовствуют, ерятся, лают, и схватывают и терзают мимоходящих зубами своими». «Как я вижу», — сказал на это Саприкия, — «ты решила неизменно пребывать в этом нечестивом исповедании, и хочешь с прочими умереть с той же мучительной смертью?» «Послушай меня. Принеси жертву богам, и ты избавишься лютых мук». Святая отвечала, «Твои муки временны, муки же гиенские, вечны. И так, чтобы избегнуть страданий вечных, не убоюсь страданий временных. Я помню слова Господа моего. Не бойтесь убивающих тел, а души же немогущих убить. Более бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Тогда Саприкий сказал, «Вот потому-то ты и должна убояться богов, чтобы они на тебя не разгневались. Если ты не принесешь им жертвы, они погубят и душу, и тело твое». «Я уже сказала тебе, Саприкий», — отвечала святая Дорофея, — «что ты никаким образом не можешь убедить меня, чтобы я принесла жертву бесам, обитающим в суетных идолах». Выслушав это, Саприкий весьма разгневался, и, обратившись к приготовившимся уже для казни слугам, сказал им, «Поставьте ее на месте казни, дабы она, убоявшись мук, согласилась стать служительницей наших богов». Тогда раба Божия Дорофея, стоя на месте казни, мужественно и безбоязненно сказала судьи своему, «Что медлишь в муках? Делай, что хочешь делать, дабы мне поскорее иметь возможность видеть того, ради любви к которому я не боюсь ни страданий, ни смерти». «Но кто же это тот, кого ты так жаждешь?» — спросил Саприкий. Святая Дорофея отвечала, «Христос, Сын Божий». «Где же этот Христос?» — спросил Егемон. Святая отвечала, «Всемогуществом Своего Божества Он везде, человечеством же мы исповедуем Его сущим на небе и сидящим одесну и Бога Своего. С Ним, с Богом Отцом и со Святым Духом Он есть единое Божество. Вот Он то, Он-то и призывает нас в рай радости вечной. Там сады приносят плоды постоянно, там всегда цветут лилии, розы и другие прекрасные цветы. Поля, горы и холмы в том раю вечно зелены, а источники сладки. Души святых о Христе там непрестанно веселятся. О, Саприкий, если бы ты уверовал в моих словам, то избежал бы погибели и вошел бы в этот рай неизреченного блаженства с Богом». Тогда Саприкий сказал ей, «Тебе нужно оставить это заблуждение и принести жертву Богам, а потом выходи замуж и веселись в жизни своей, чтобы тебе не погибнуть так же, как из-за своего безумия погибли отцы твои». Святая Дорофея отвечала, «Я не принесу жертвы бесам, так как я христианка, и не выйду замуж, ибо я уже невеста Христа. И это есть моя вера, она введет меня в рай и чертог жениха моего». И мучима тогда была святая жестока. После истязаний Саприкий приказал отвезти святую Дорофею к неким двум женам, родным между собой сестрам, по имени Христини и Калисти. Сначала они были христианками, но потом, убоявшись мук, отверглись Христа и с отчаянием стали жить нечестиво, проводя время в роскоши и суете мирской. За свое отступление от Христа они были обогащены идолопоклонниками. К этим женщинам Саприкий отослал святую Деву Дорофею. При этом он велел сказать им, «Как вы, оставив заблуждение и волхвование христианское, принесли жертвы непобедимым богам и получили от нас дары, так и эту безумную женщину отвратите от христианского безумия и обратите к богам нашим, и мы, если вы сумеете это сделать, обогатим вас еще большими дарами». Женщины эти, взяв святую Деву в дом свой, так стали убеждать ее, «Покорись судьи и послушай его совета, подобно нам, спаси себя от муки, ведь более всего нужно заботиться о том, чтобы не погубить в муках этой временной прекрасной жизни и не умереть прежде времени». Святая Дорофея отвечала, «О, если бы вы, послушав моего совета, покаялись в принесенной вами идольской жертве и снова обратились ко Христу, вы бы спасли себя от муки еенской, ибо благ Господь наш, богат в щедротах и милосердствах, обращающимся к Нему всем сердцем». Тогда Христина и Калиста сказали ей, «Раз уже мы погибли, отпадши от Христа, то как можем снова обратиться к Нему?» Святая на это им отвечала, «Гораздо больший грех отчаиваться в милосердии Божьем, нежели поклоняться идолам, поэтому не отчаивайтесь и не сомневайтесь в нашем милосердном и искусном враче. Он может исцелить все язвы ваши, нет раны, которые бы Он не желал исцелить, потому Он и называется Спасителем, чтобы всех спасать, потому что Он Искупитель, кто всех искупляет. Оттого-то Он и именуется Свободителем, что всем дарует свободу, и вы только обратитесь к Нему от всей души с покаянием, и вы без сомнения сподобитесь прощения. Тогда две эти сестры, Христина и Калиста, падших ногам святой, заплакали и стали просить, чтобы она помолилась о них милосердному Богу, чтобы Он принял их покаяние и подал им прощение. После этого святая дева со слезами на глазах так воззвала Господу, Боже, сказавши, не хочу смерти грешника, но чтобы он обратился и жив был. Господи Иисусе Христе, возвестивший нам, что более велика бывает радость перед ангелами Божьей об одном грешнике, кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Иди благость Твою этим овцам Твоим, которых дьявол хотел похитить и отторгнуть от Тебя, и возврати их в ограду Твою, к остаду Своему, и, о, добрый пастырь, по примеру их, да обратятся все отпадшие от Тебя. По прошествии некоторого времени Егемон Саприкий приказал призвать к себе вместе со святой Дорофеей Христину и Каллисту, и когда они пришли, спросил двух сестер наедине, смогли ли вы преклонить Дорофею к нашим богам? Тогда Христина и Каллиста громким голосом ответили Егемону, мы согрешили и весьма нехорошо поступили, что, убоявшись мук временных, принесли жертву идолам. Поэтому мы умолили святую Дорофею, и она вразумила нас, покаясья, дабы мы могли получить у Христа Господа нашего прощения грехов наших. Саприкий, разодрав на себе одежду, исполнился великой ярости, он приказал связать двух сестер вместе, соединив их друг по другу по спине, и бросить их в насмоленный чан, и потом, подложив под него дров, сжечь их. Тогда святые сестры стали так молиться, Господи Иисусе Христе, прими раскаяние наше и даруй нам прощения. Когда так ополяемы были эти девы, святая Дорофея, смотря на это, возрадовалась и воскликнула, «Предвидите мне, о сестры, и будьте убеждены в прощении грехов ваших, и познайте, что венец мученичества, который вы потеряли сначала, вы ныне, без сомнения, снова приобрели. И вот теперь ваш милосердный Отец выйдет в сретение вам, как бы веселясь об обращении блудного сына. Он обнимет вас, и как искренних черей своих прославит, и возвеличит перед ангелами своими, и вчинит вас в сонны святых мучениц». Итак, святые жены Христина и Калиста, единоутробные сестры, страдальчески скончались в покаянии, прияв от Христа вместе с прощением и венец победы. После этого Саприки повелел снова схватить святую Дорофею для истязания и повесив ее мучить, как и прежде. Святая же среди столь великих мучений была объята такой радостью, что как будто она уже входила в чертог возлюбленного жениха своего, Христа. Тогда Саприки сказал ей, что это значит, что на лице твоем как будто проявляется радость, и ты, претерпевая муки, по-видимому, весьма счастлива. Святая Дорофея отвечала, «Во всей своей жизни я никогда так не радовалась, как ныне, и прежде всего я радуюсь от тех, души которых через тебя дьявол отъял от Бога, а теперь снова восприял их Христос. Ныне на небе великое веселье, ибо о душах их радуются ангелы, веселятся архангелы, а вместе с ними торжествуют и все святые апостолы, мученики и пророки. Итак, Саприки, поспеши скорее исполнить, что ты задумал, дабы и я могла поскорее перейти к блаженству святых дев и возрадоваться на небе с теми, с кем плакала на земле». Тогда Саприки приказал горящими свечами опалять святую мученицу. «Она же, еще более возрадовавшись, светлым и радостным лицом так воздвала к своему судье, ты вместе с идлами своими ничтожен». После этих слов мучитель приказал снять святую Дорофею с дерева и бить ее руками. «Да побьется», — сказал он, — лицо, ругающееся надо мною. Когда святую били, она не переставала радоваться, и изнемогли бьющие ее. Тогда Егемон издал такой смертный приговор. «Гордейшую девицу Дорофею, которая не захотела принести жертвы бессмертным богам и быть живою, но пожелала лучше умереть неизвестно за какого-то человека, именуемого Христом, повелеваем усечь мечом». Святая дева Дорофея, услышав это, громко воскликнула, «Благодарю тебя, душелюбший Христе, что ты призываешь меня в рай твой и вводишь в твой прекрасный чертог». И вот, когда святую мученицу повели на смерть, и она выходила из притора, некий ученый и советник Егемона по имени Феофил, издеваясь, сказал ей, «Послушай, невеста Христова, пошли мне из рая жениха твоего яблок и розовых цветов». Святая Дорофея ответила на это ему, «Я и действительно сделаю это». Когда же они пришли на место казни, мученица умолила палача, чтобы он позволил ей немного помолиться Господу своему. И когда она окончила молитву, пристал ей ангел Господень в образе весьма красивого отрока. На чистом платье он нес три прекрасных яблока и три розовых цветка. Тогда святая мученица сказала ему, «Молю тебя, отнеси все это Феофилу и скажи ему, «Вот ты теперь имеешь, что просил». Сказав это, она преклонила под меч святую свою главу. И, будучи усечена, торжествуя, отошла ко Христу Господу, жениху своему, возлюбив которого от юности, приняла теперь от руки его в чертоге небесном. Венец победы!» Феофил же, издеваясь над обещанием святой девицы Дорофея, сказал друзьям своим, «Ныне, когда вери на смерть святую Дорофею, которая именовала себя невестой Христовой, и хвалила, что войдет в рай его, я сказал ей, «Послушай меня, невеста Христова, когда ты войдешь в рай жениха твоего, пошли мне оттуда несколько розовых цветов и яблоков». И она ответила, «Воистину я пошлю тебе их». Сказав это, Феофил и друзья его засмеялись. И вот внезапно предстал ему ангел с тремя прекрасными яблоками и тремя цветами и сказал ему, «По обещанию своему святая дева Дорофея послала тебе все это из рая жениха своего». Тогда Феофил увидел яблоки и цветы и взял их в руки, громко воскликнул, «Христос есть истинный Бог, и нет ни правды в нем ни единой». Друзья и товарищи на это сказали ему, «Ты, Феофил, беснуешься или глумишься?» Он отвечал им, «Не беснуюсь я и не глумлюсь, но здравый разум заставляет меня верить в истинного Бога Иисуса Христа». «Но что же означает эта внезапная твоя перемена?» Спросили его, «Скажите мне, какой теперь месяц?» Спросил друзей своих Феофил. «Февраль», — отвечали ему, «в это зимнее время, — сказал тогда Феофил, «всю Каппадокию покрывает мороз и лед, и нет ни одного дерева или какого-либо растения, чтобы оно украшалось листьями». «Итак, как же вы думаете, откуда эти цветы, эти яблоки с сучками и листьями?» «Сказав это, он показал им яблоки и розовые цветы». Друзья Феофила, видя эти плоды и обоняя их прекрасное благоухание, сказали, «Мы и в обычное для плодов и святов время не видали ничего подобного». На это Феофил им ответил, «Когда святую деву Дорофею вели на смерть, я считал ее безумною, так как она называла женихом своим Христа и все говорила про его рай. Тогда, издеваясь, я сказал ей, как безумный, «Когда придешь в рай, жениха свою, пошли мне оттуда яблоков и цветов». Она на это мне ответила, «Я и действительно это сделаю». Тогда я смеялся на ее слова, но теперь вот по ее усечении внезапно пристал передо мною малый отрок возрастом не более четырех лет и красоты неизреченной. Я не думал, чтобы он даже и говорить умел, но толкнув меня, этот отрок стал говорить, как муж совершенный. «Святая дева Дорофея», — сказал он мне, — «как и обещала, прислала тебе дары из рая жениха своего». Сказав это, он отдал мне все присланное в руки и стал невидим. Проговоря это, Феофил воскликнул, «Блаженны верующие во Христа и страждущие ради имени его святого, ибо он есть истинный Бог, и всякий верующий в него поистине премудр». После таких и подобных им воззваний, Феофила некоторые пришли к Егимону и сказали ему, «Советник твой, Феодол, Феофил, доселе, ненавидевший христиан и старавшийся погубить их лютой смертью, ныне во всеуслышание хвалит и благословляет имя некоего Иисуса Христа, и многие слушающих речи его уверовали в этого человека». Егимон тотчас же велел привести к себе Феофила и спросил его, «Что говорил ты сейчас во всеуслышание?» Феофил отвечал, «Я хвалил Христа, которого прежде до сего дня хулил». Егимон сказал ему на это, «Удивляюсь тебе, человеку разумному, что ты прославляешь теперь имя того, чтителей которого доселе преследовал. Оттого я и уверовал во Христа как истинного Бога», отвечал Феофил, «Что он внезапно обратил меня с заблуждения на путь истины и соблаговолил, чтобы я познал его, Бога истинного». Тогда Егимон сказал, «Все склонные к любомудрию, все более и более преуспевают в премудрости. Ты же из мудрого! Стал внезапно безумным, именуя Богом того, кого иудеи распяли. Как это ты и слышал от самих христиан?» На это Феофил отвечал, «Я слышал, что Христос был распят». «И заблуждался, не считая его Богом, и хуля ежедневно. Ныне же я каюсь в прежних своих заблуждениях и хулениях и исповедую его истинным Богом». «Где же и когда ты стал христианином?» спросил его Егимон. «Если ты до самого нынешнего дня приносил жертвы Богам?» «В тот самый час», ответил Феофил, «Когда уверовал во Христа, я исповедал его, тогда и стал христианином. «И теперь я от всего сердца верую в бессмертного Христа, Сына Божия, проповедую имя его истинное, имя святое, имя непорочное, имя, в коем не обретается ни лицемерия, ни того заблуждения, какое царствует, выдалов». Тогда Егимон сказал, «И так, значит, наши боги есть заблуждения?» «Как может не быть лжи в тех идолах?» ответил Феофил, «которых рука человеческая сделала из дерева, выковала из меди и железа, из вояла, из олова, на коих гнездятся совы и пауки и ткут свои сети, внутри же они полны мышей. Если я теперь говорю неправду, то да буду человеком лживым. Ты же сам рассмотри, не истину ли я говорю? А так как я не лгу, то ты и сам скоро согласишься с истиной и отвратишься от лжи. Ибо тебе, как судьи, судящему за ложь других, должно и самому обратиться от лжи к истине, Христу, Богу». Тогда Егимон сказал, «И так, наши боги не живые существа. В выдалах мы видим подобие человеческое, ответил на это Феофил, но они бесчувственны, Бог же есть существо, невидимое, живое и податель всякой жизни. Идолы, если они сделаны из дорогого материала, обыкновенно стерегутся, чтобы их не украли воры. Бог же небесный никем не охраняется, но он охраняет всех, соблюдая свое создание». Тогда Егимон воскликнул, «О, окаянный Феофил, вижу, что ты желаешь погибнуть лютой смертью». «Я стремлюсь обрести добрую жизнь», отвечал блаженный Феофил. После этого Егимон сказал, «Знай, что если останешься при этом своем безумии, то я предам тебя великим мукам, а потом повелю предать тебя жестокой смерти». «Я теперь только того и желаю, чтобы мне умереть за Христа Бога», ответил Феофил. «Вспомни дом твой, жену, детей и сродников твоих», сказал тогда Егимон, «и безумно не выдавай себя на лютую смерть, ибо ведь это действительно безумие самовольно отдать себя на те муки и казни, которыми обыкновенно наказываются злодеи». На это святой мученик ответил, «Это не безумие, но великая премудрость, кто ради несказанных и вечных благ и вечной жизни принял преждевременную смерть, не обращая внимания на эти краткие и временные муки». Тогда Егимон сказал, «Итак, ты лучше избираешь для себя муку, нежели покой, и лучше смерти желаешь, чем жизни». «Я и мук боюсь», ответил на это Феофил, «и смерти трепещу, но тех мук, которым не будет конца, и ужасаюсь той смерти, которая влечет за собой вечную жизнь». «Вечную казнь, мучением которым ты можешь предать меня, настанет скорый конец. Казнь же, уготованной идолопоклонникам, никогда не скончается». Тогда Егимон повелел повесить святого Феофила на гимн на дереве и жестоко его бить. Когда стали бить святого, он произнес, «Ныне я совершенно христианин, ибо повешено дерево, а оно подобно кресту». «Итак, благодарю тебя, Христе Божий, что ты даровал мне быть повешенным на твоем знамении». «Окаянный», сказал Егимон, «пощади тело твое». «Окаянный, пощади душу свою», ответил Феофил. «Я не сижу в своей временной жизни, но зато навеки будет спасена душа моя». Тогда мучитель, еще более разгневавшись, повелел строгать мученика железными когтями и опалять свечами. Святой же, как бы не чувствуя страдания, радовался в муках своих и только произносил «Христе, Сыне Божий, я исповедую тебя, сопричи меня к лику святых твоих». Лицо его было при этом радостно. После того, как слуди мучителя изнемогли от своего труда, Егимон соприк и издавна святого такой смертный приговор. У Феофила, до сих пор не принесшего жертвы бессмертным богам, а ныне уже развратившегося и даже уклонившегося от христианскому сонмищу, повелеваем усечь главу мечом. Святой Феофил, услышав это, воскликнул «Благодарю тебя, Христе Боже мой!» и, радуясь, преклонил под меч свою святую главу, будучи усечен. Он увенчался венцом мученисиства и, придя ко Господу в одиннадцатый час своей жизни, принял мзду, равный первым. Царствие Христа Бога Нашего и Мужа с Отцом и Святым Духом в честь и слава вовеки. Аминь. Богу нашему слава вовеки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Аминь. 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 Аминь.